Воплощение духа шелкового пути и содействие взаимовыгодному сотрудничеству. Под такой темой прошел второй форум сотрудничества Китая и стран Центральной Азии. Мероприятие состоялось в городе Хайко на острове Хайнань. В форуме принимали участие около 300 человек, автоматы и представители бизнеса. Стороны обменялись мнениями по содействию практическому сотрудничеству между регионами во всех сферах, особенно в туристической и сельскохозяйственной. Дипломатов и бизнесменов из пяти стран Центральной Азии знакомят с экономическими достижениями и особенностями развития китайской островной провинции. Этому региону и странам Центральной Азии есть что предложить друг другу, уверены в местной администрации. А на фоне реализации стратегии «Один пояс, один путь» и усиления интеграционных процессов во всем мире сотрудничество может развиваться стремительными темпами. Хайнань – очень притягательное место для туристов. У нас отличные колумбинцы уже назвали островом долголетия. На 100 тысяч жителей приходится 22 долгожителя. Я говорю о людях в возрасте более 100 лет. Тогда как в среднем мире этот показатель не выше 7 человек на 100 тысяч. На острове прекрасные пейзажи и самобытная культура. Кроме того, стремительно развивается экономика, ведь Хайнань – крупнейший в Китае особый экономический район. Темпы роста за первые 10 месяцев достигли 7,3%. Я уверен, что существует огромный потенциал в развитии сотрудничества со странами Центральной Азии как в туристической сфере, так и в таких отраслях, как земледелие, животноводство, образование и культурные обмены. В перспективности контактов, необходимости расширения торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества уверены и дипломаты из Центральной Азии. Узбекская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с Китаем и странами региона в сфере транспорта, включая реализацию проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая может стать магистральной нитью экономического коридора Китай-Центральная Азия-Западная Азия. В сфере туризма у нас существует большой потенциал для сотрудничества. Мы недавно открыли прямое авиасообщение Миламаты и городом Санья. Это дает возможность и китайским туристам поехать в Казахстан. Тем более в следующем году в Казахстане проводится год туризма Китая. Со стороны Казахстана для китайских туристов созданы все условия для групповых поездок. В серии сельского хозяйства тоже есть наработки, есть мысли. Может быть, нам следует не заниматься прямым экспортом или импортом нашей продукции, а налаживать совместное выращивание тех или иных продуктов, скажем, каких-то продуктов в Казахстане, какой-то казахстанской продукции на острове Хайнай. В рамках форума прошли диалоги по сотрудничеству в туристической и сельскохозяйственной областях. Предприятия, работающие в различных отраслях, провели свои презентации. Стороны рассмотрели предложения об открытии новых авиалиний и организации чартерных перевозок, упрощении визового режима, разработке новых туристических маршрутов, совместной подготовке кадров, расширении взаимодействия в сельском хозяйстве. В обсуждениях приняли участие и представители других регионов Китая. Отмечу, что организатором форума выступили Китайское народное общество дружбы с заграницей и Народное правительство провинции Хайнань. Эта встреча стала второй в таком формате. Впервые мероприятие провели в городе Ланчжоу в июле 2014 года. Юлия Жень, Ван Юзюань, Си Си Ти Ви.